Ну что, как вообще город Пермь? Я там был последний раз в 10-м классе и хотел бы вернуться еще раз. Как вообще город Пермь? При Собянине все изменилось. Да? А он тоже влияет на город Пермь? Хорошо. Скажите, а вот если мы приедем к вам в город, куда лучше сходить? Можно по центру погулять. Там еще у нас скоро трехсотлетие. Там все так красиво делалось, чтобы вы знали. Да, у нас тоже, кстати, трехсотлетие скоро. А еще это порт новый. Можно туда и сразу куда-нибудь подальше, например. Ну видно, сразу патриоты, да. Можно ко мне домой. Да, это лично мне предложить? Да. Спасибо. Хорошо. Адрес скажите? Скину из СМС. Спасибо. Так, что будем показывать? Формат называется «Алеронт», а с французского переводится как «петля». О, расскажите. Я коротки учила. Круг. Круг? Круг. Так. Расскажите, что за формат? Итак, мы будем показывать одну единую историю. Это, можно сказать, длинная форма, которую мы уложим в короткий перевод. Да. У нас у каждого есть номера. Катя у нас будет первый. Потом Настя второй. Я третий. Нурлан. Привет, Нурлан! Привет! Четвертый и Женя пятый. Что вам нужно в ситуацию, слово, конфликт, место? Нам нужно только слово. Слово? Нам нужно слово. Так, любое слово. Клей! Клей, пожалуйста, подойдет? Отлично. Клей? Клей. 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 Итак, классические люди. Клей, поехали! Привет! Привет! Ко мне вчера такой клеился. Блин. Ты вот этого вот забрала, которого классненький такой в кубе был, да? Ты с ним уж да? Да, он еще так танцевал, танцевал, и мне, конечно, показалось, что что-то не то, но вроде клеился. Блин, я вот рядом с ним и так, еще как, только не это, а он все равно к тебе трещал. Ты просто с мужем была. Я одна. Ну, ты там клеишься, а он стоит над тобой вот так. Ну, это, конечно, ошибка Валеру было звать. Конечно. Вообще, неадекватный человечек, если честно. Пришел, мешает мне налаживать свою личную жизнь. А ты знаешь, как его зовут? И он сказал, что его зовут Эдуард Асланян. Говорит, итальянец. Сто процентов. Ни единого сомнения. Ну, че. Еще повинцую и еще раз прокатим. Тебе же тоже надо кого-нибудь склеить. Да, в конце концов, Валера, не вариант однозначно. Да, давай, пока. Какая цифра. Эдуард. Можно просто Эдик. Эдик. Ты проходи, не стесняйся. Красивая. А ты не очень. Мне так часто говорят, это мне отлипает комплимент. Да, ну что ж. Располагайся. Мне так приятно, что ты в первую же ночь согласилась на чай. Я люблю пить чай по ночам. Ну что ж. Кружечку. Твоя маленькая. Это чтобы с куклами играть? Да, да. Если что, там сразу коньяк. Чай не слишком долго получается. Ну, Эдуардик тебя развлечет. Ничего, не переживай. Вижу, ты немножечко волнуешься. Расслабься. Ой, а соленье-то, соленье. А может, что-то приятное. О, ну так будет пришло. Нет. Хорошо. Давай. Выпей. Выпей. Вот. Понемножечку превращение-то пошло. Ну, что чувствуешь? Вот. Ага. Эдуард. Вы бог. Вы Аполлон. Вот. Это коньяк. Вы очень красив. Адоната. Всегда работает. Можно. Главное, вы. Я подожду вас. Да. Здорово. Здорово. Ты Эдик? Допустим. Я Валера. Моя жена вчера перед тобой в клубе. И вот так, и вот так. Ты что ее не снял-то? Я сидел нормально дома, футбол смотрел. Урод, аршинник. Легендарный матч. Думал, нормально, без жены потусуюсь. Чем не угодила цыпочка моя? Мне не подошли ее ягодицы. Они слишком выпуклые. Ты понимаешь, не мой формат. Я даже немножко отвлекался на ротаршинник тоже, когда она. Я тебя понимаю. Ты помнишь, как футболист. У нее зато зубы здоровые. А она кусает, как крокодил. Мы до этого не дошли. А я дошел. Жена-то два года. У меня столько нету ее склеивать. Два года склеивать до зубов? Нет, нет, нет. Я даю тебе еще шансик. Точнее, своей жене, чтобы она от меня свалила. Могу я всех твоих бывших посмотреть? Какие бывшие? Если я подцепил себе такую жену, то вероятно, что у меня не было никогда никаких бывших. Согласен. А ты? Чем занимаешься сегодня? Я? Ну, ты так спросил неожиданно, конечно. Сегодня, по-моему, ротаршинник второй матч играет. Конечно. Они сначала в Волгограде, а теперь в Шеннике. Есть, наверное, такой город. Мой любимый. Да. Я заберу тебя туда. О! Эдик. Я заберу тебя. Добрый вечер. Валерий? Да, здравствуйте. Я на собеседовании по съему вашей жены. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы пришли. Да. Вы в резюме указали, что вам нужен обычный человек. Вот. Это я. Любой. Да, обычный. Человек. Вы очень любите женщин? Их тоже. Она тоже отчасти женщина. Я думаю, подойдет. Хорошо. Может быть, мне нужно что-то знать? Она очень любит, когда готовят свиные ребра на завтрак. Хорошо. Я запишу. Слушайте, а ей понравится, что я умею танцевать вот так? Она вот так вот умеет танцевать или как-то вот так? Ну, я не рассказываю, что она в клубе так. Хорошо. Хорошо. Стоит и контакт. Давай, дорогой, я дальше сама справлюсь. Давай. Удачи. Продолжайте. Ребушки принесли? Так. У меня время завтрак. Хорошо. Так, свиные из... Из свинии. Точно. Хорошо. Идите сейчас. Подождите. Зато я умею танцевать. Достаточно? Ну, это просто... Мое первое место работы после университета. И я немножко волнуюсь, понимаете? Я после собеседования. Мой первый день. Мальчик мой. Не переживай. Видишь, ты с Валерией все пришли, правильно? Пойдем я дальше. Сама справлюсь. Неклассические люди!